Продолжение следует... И вот когда после долгих споров с местом для монумента определились, возник новый вопрос. Что делать с рельефом? Один из вариантов – залить все бетоном. Впоследствии от идеи отказались. Каменный постамент снял все вопросы. Здесь пришлось произвести целый ряд очень серьезных работ, потому что нужно было обеспечить основание для того, чтобы этот памятник стоял долго, прочно. От Александра Суворова к Францу де Волану. Именно здесь, на углу сквера, в 1969 году была стелла, посвященная 37-й армии. Ее воздвигли в благодарность за освобождение города от фашистов. Позже решили перенести ее на другое место – угол Правды и Карла Липнихта. Еще одно место в центре вызывает ряд вопросов. Клумба с цветами посреди проезжей части. Для чего придавать разделительной полосе флористический вид? Ответ в истории. Именно на этом месте раньше был мемориал славы. Там захоронены были не только участники Великой Отечественной войны. Там были захоронены участники, те же пограничники, которые в 21-м году погибли от белобандитского нападения с правого берега. Там Павел Васильевич Добродеев – один из партийных и хозяйственных деятелей Приднестровья, имя которого носил завод Кирова. Там же находился и знаменитый Т-34, но о нем позже. Год 1965. Брежнев недавно занял место главы СССР, сменив Хрущева, и издал указ о том, что 9 мая станет выходным. В том же документе говорилось и об устройстве мемориалов. В Тирасполе решили перенести его ближе к набережной. Но что было дело с людьми, проживающими на той стороне улицы? На том месте, где сейчас мемориал, тоже были жилые дома. Людей оттуда переселили, предоставили им квартиры и начали сооружать мемориал. Вот сам танк на своем месте встал гораздо раньше, чем целый мемориал. Более того, танк встал на свое место даже раньше, чем через Днестр перекинулся пешеходный мост, который, кстати, был открыт 22 апреля 1970 года. Вот такие необычные истории стоят за привычными нам местами. А для того, чтобы не обделять другие города страны истории и легенд, мы, вооружившись старыми фотографиями, попробуем разгадать и их тайны. Ведь вам это интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!